добрый день друзья я владимир васильев я снова рад вас приветствовать на своем канале и сегодня у нас самолет ну фактически бриллиант причем авиационный бриллианта так и называется даймон этот бриллиант который еще летает на на дизельном топливе или на авиационном керосине так что встречаетесь даймон до 40 т.д. сразу же наверное рассказать об этом самолете впервые даймон до 40 появился в 1997 году то есть это было он сделан на основе самолета до 20 это так называемая катана и это была двухместная машина но рынок очень требовал что-то четырехместного экономичного и удобного удобного скажем так во многих то есть даймонд решил многих поразить во многих ракурсах и если говорить об этом самолете то есть видно что он очень очень чистых аэродинамических форм и это связано с тем что компания даймонд всю как бы свою сознательную жизнь занималась именно планеризмом она изготовляла планеры и планеры глайдеры это наиболее эффективные аэродинамические влетающие воздушные аппараты и весь вот этот накопленный опыт она перенесла в этот самолет плюс на самом деле она вышла какой-то степени даже нагло по рынок на которой они выходили я об этом остановлюсь как бы отдельно очень многие сравнивают этот самолет с цирусом но они не конкуренты они совершенно созданы для разных вещей то есть наверное все таки цирус это самолет для приватного юза это самолет быстрый это для дальних полетов и перелетов этот самолет более все-таки наверное такой релакс он он легче летает значительно легче летает и это обословится тем что сейчас его стали применять очень многие летные школы при том что для летных школ помимо того что это прочный самолет и я тоже отдельно расскажу об этом самолет выдерживающий грубые посадки он прощающий много ошибок новичков опять благодаря своей чистой аэродинамической схеме он при этом остается экономически выгодным для школ потому что в частности этот самолет который у нас находится он оснащен дизельным двигателем теледайн мощностью 155 лошадиных сил сейчас более современные самолеты этот выпуск 2010 года они уже на них устанавливается astro engine мощностью 163 лошадиные силы но по сути как бы это приблизительно одинаковые самолеты и есть версия бензиновым двигателем лайком 360 мощностью 180 лошадиных сил выпускаются эти самолеты на двух заводах в австрии и в канаде на самом деле очень немного самолетов с бензиновым двигателем было выпущено в австрии в основном бензиновые двигатели продаются в сша потому что это так востребовано в европе diamond по факту все самолеты выпускают только с дизельными двигателями дизель потому что это самолет расходы среднем в час от 19 до 23 24 литров авиационного керосина хотя иногда конечно прилетая на этом самолете это выглядит там смешно когда приезжает 40 тонны заправщик который предполагает что он будет заправлять какой-то боинг или арбас и все будет измеряться десятками тонн и вы говорите слушайте а залите мне 40 литров собственно говоря как правило это достаточно то что остается после заправки большого самолета в шланге то есть вот этот остаток достаточно чтобы заправить этот самолет и по факту если посчитать что его круизная скорость 200 220 километров в час это в зависимости если у него обтекатели на колесах или нет это порядка 9 11 литров на 100 километров и в общем то это вполне ну вполне аргументированно звучит даже по сравнению с автомобилем но наверное все таки я скажу так что основной рынок этих самолетов в первую очередь школы и почему скажу школы крайне прощающие ошибки машина очень легко летая очень очень легко летать и очень летучая вот он именно о он любит летать его наоборот иногда возникает проблема что его заставить не летать на посадке надо потратить силы чтобы заставить его чтобы он не летел при любом раскладе он хочет лететь немножко нестандартно как всегда заход самолет ступенька находится впереди но достаточно удобно заходить то есть можно наступить так и совершенно спокойно и опять же с учетом еще моего роста поместиться в этом самолете регулировка сиденья здесь отсутствует сидеть сиденье все-таки установлено зафиксировано и чтобы для высокоростных людей летать вот здесь регулируются педали смотря четырехместный то есть здесь помимо двух пилотов он может взять еще с собой двух пассажиров и удобно я уже сидел я сейчас как бы это демонстрирую я сидел в этом самолете вот пассажиром будущем практически в сто девяносто семь ростом я имею порядка десяти сантиметров перед коленями и и как бы от откинувшись вполне комфортно находиться в этом самолете и небольшой багажник то есть он состояние принять себя там несколько спортивных сумок но если вы собираетесь перевести лыжи или сноуборд лечают куда-то вот здесь есть открывается личок вот здесь вот и в этом случае сюда еще где-то порядка 50 сантиметров можно засунуть какой-то ну там лыжи сноуборд или клюшки для гольфа запуск двигателя достаточно просто что мы сделали мы сейчас включили мастер свитч то есть теперь переводим engine master в положение и ждем когда у нас прокалится свечи зажигания то есть мы ожидаем вот она глоу сейчас она погаснет и мы по сути можем сейчас очень прочный фюзеляж если говорить о конструкции самолета он композитный но конструкция самолета состоит крыло из двух лонжерон на между лонжеронами расположены баки в частности в этом самолете 150 литров топлива то есть это по 75 на сторону и баки расположена между лонжеронами вот эта капсула она и проектируется до такой степени что сила разрушения достигает 26 же то есть это очень мощная очень мощная калка капсула плюс мощные шасси и если очень многие его почему но она ошибочно пытается сравнить цирусом я говорил это не конкуренты потому что цирус быстрее цирус ну наверное все таки немножко комфортнее в салоне цирус дороже и дороже во всех вопросах дороже в эксплуатации и цирус имеет парашютную систему компания diamond немножко поступило иначе я говорил что корни этого самолета и родословно его это планер и они сделали очень плавочный планер очень предсказуемый очень сверх управляемый то есть именно от слова сверх управляемый и более того что даже подскажу вот это вот особенность их diamond в верхнее т-образное оперение она даже сделана для того чтобы она не попадала в обдувку винта и в случае если у вас отказал двигатель у вас не меняется никакие характеристики самолета он также по-прежнему управляется и также по-прежнему ведет себя и с учетом вот этой его летучести и живучести назовем так на нем очень легко найти площадку какую-то вынужденную что причем очень медленно можно зайти где-то сесть и это собственно говоря понудило даже не устанавливать на него парашютную систему потому что он ну по факту если вы почитаете отчеты по происшествиям и по всему этот самолет находится ну фактически номер один по уровню безопасности да он может быть не сильно быстро то есть наверное с другой стороны хотелось бы там от авиации летать там тот же если я буду много раз повторять про цирус летать там со скоростью 300 километров и плюс но этот самолет прекрасен для и опять же финансово прекрасен для людей которые используют самолеты для обучения и для патрулирования очень много этих самолетов работают как патрульных они с ну и до 42 двухдвигательной версии этого самолета ну в частности пограничная служба украины уже более наверно 10 лет используют эти самолеты для патрулирования и в общем то опять повторюсь везде идет экономика когда вы много летаете это достаточно дешево это фактически по цене объезда автомобиля допустим каких-то территорий а это воздушная платформа которая может здесь поразительный обзор то есть если по факту гранат то я думаю что в обзор где-то порядка 300 градусов ну как правило если это патрульный самолет улетает один пилота один оператор за 20 литров час вы получаете летающую платформу самом деле мы сейчас летим с максимом и у макса тоже он тоже ведет свой канал в ютьюбе они на этом самолете делали очень крутые фановые полеты с удовольствием посмотрел макс как вылетали в куршевель и да я на самом деле я то я так завидовал когда смотрю пунктик такой это на самом деле для многих такая штука да я бы этот самый я очень надеюсь что мы как-то так найдем как-то у нас получится вместе туда слетать на самом деле у меня сегодня был удивительный день как-то так получилось что я сегодня смог полетать на сверхэффективном самолёте сверх безопасно мы которые летать который наоборот тяжело посадить и сегодня у нас получилось полетать на аэростаре это конечно один из наверное самый любимый мой самолет но он совершенно другой он совершенно другой на нем даем тяжело летать на нем тебе он совершенно он абсолютно не экономичный но он дает какой-то мега-мега другой фаны и энергии И вот сегодня на каком-то вот разбалансе. Ты понимаешь, что это мощь, скорость, неустойчивость. Это абсолютно две разные машины. И самолет, который, в общем-то, если не умеешь летать, да просто брось его, и он сам прилетит куда надо. Поэтому это чудесно. Максим, спасибо тебе большое, что ты предоставил полетать. В общем-то, как говорится, мы с тобой слетаем в Альпы. Однозначно, всегда рады. Приходите в небо, летайте на таких замечательных самолетах, на которых летаем мы. И я Владимир Васильев, Максим, прощаемся с вами, увидимся в следующих сериях.